Я не смог придумать эпичного предисловия, поэтому сразу скажу, что у нас сегодня обзор на Huawei Nova 2. Честно говоря, я начитался и насмотрелся немало хвалебных обзоров на этот телефон, но с грустью могу заметить, несмотря на то, что Huawei мне нравится, я начал считать даже, что эта фирма выбивается вперед и приближается к лидерству среди андроидов, вот к Самсунгу где-то, возвышаясь над всеми остальными заурядными китайскими производителями, но Huawei Nova 2 это заурядный телефон, он ничем особенным от своих предшественников и других телефонов, которые вышли этим летом, не отличается. Этим летом вообще какой-то кризис идей наблюдается, то есть его можно красиво показать во всех ракурсах, его можно долго, каждую его деталь можно расписывать, рассказывать о ней, говорить об этих преимуществах, но это то же самое, что год назад я мог сказать о любом другом телефоне данного ценового сегмента. Но все-таки попробую я его похвалить. Huawei Nova 2 может похвастаться классным экраном. В принципе, любой Huawei может похвастаться классным экраном. Экраны это их сильная сторона. Здесь LTPS, если вам о чем-то это говорит. LTPS это разновидность, улучшенная IPS. Матрица, диагональ 5 дюймов и разрешение Full HD. Картинка классная, углы обзора классные. Все четко, контрастно, то есть никаких претензий к экрану, как всегда, нет. Дизайн. Дизайн приятный. Дизайн перенят с Huawei P10 и сами знаете с кого. Ну, то есть раз этот дизайн зашел, почему бы его не повторить? Тем более, если вы китайская фирма, которая любит много чего повторять. Плавные изгибы, антенки, камера не выступает так сильно, как у многих других смартфонов. Как я именно не люблю сканер расположен на задней спинке, и это не круто. Но зато он работает быстро, даже с мокрыми руками. Вот. Спереди у нас все как обычно. Здесь мало чем можно рисануться. Правда, несмотря на то, что сканер перенесен назад и кнопки домой нет, подбородок у смартфона все равно внушительный. В качестве операционной системы, прям с коробки, здесь выступает Android 7.0, и поверх него установлена фирменная оболочка от Huawei, которая хоть и является плавной, но все же заставляет скучать по чистому Android. Временами очень-очень редко тут бывают маленькие подлагивания, что очень странно при оперативке в 4 гигабайта. И тут мы плавно переходим к железу. За производительность отвечает фирменный, как всегда, High Silicon Kirin 659, 8-ядерный. Я знаю, что это мало о чем вам скажет. Скажу только, что в Antutu, то есть Antutu я не скажу, что это мерило производительности, то есть мерило итоговой скорости телефона, но все же он дает какое-то представление все-таки и сравнение с другими конкурентами. В Antutu он набирает где-то 60 тысяч баллов, что не так много для смартфона его ценовой категории и для смартфона 2017 года. Но все же он этой производительности хватает для повседневной работы. Если вы, конечно, не игровой задрот, то есть для повседневного пользователя соцсети, серфинг, ютубчик, снимки, этого хватает. Оперативки, как уже говорил, 4 гигабайта, встроенная память 64, что неплохо. Других вариантов памяти нет, но память можно расширить с помощью флешки. То, чем собирается похвастаться Huawei Nova 2, это звук и камера. За звук отвечает выделенный ЦАП, но вы, честно говоря, мало ощутите эту разницу по сравнению с телефонами без выделенного ЦАПа, если у вас не будет дорогущих наушников и вы не будете прослушивать музыку в специальном формате. Поэтому этот прирост тут мало замечен. Камера. Тут сдвоенный модуль, выполненный по той же схеме, что и Honor 8 и P10. Первый модуль 12-мегапиксельный, цветной. Второй модуль 8-мегапиксельный, черно-белый. Это позволяет делать более детализированные снимки и достигать эффекта размытия фона, как на зеркалках, как на пресловутом седьмом айфоне, то есть эффект Bokeh. В итоге, что мы имеем? Камера действительно неплохая. При дневном освещении снимает офигенно. Если темнеет, то уже не так хорошо, но тоже сносно. Видео этим похвастаться она не может особо, потому что Full HD и 30 кадров в секунду. То есть заурядная камера. Фронтальная камера тоже неплохая, на целых 20 мегапикселей, но 20-ти мегапикселей, честно говоря, я не разглядел. Есть детализация хорошая, но я снимал, радовался, говорил, ой, оператор, какая хорошая камера. Но взял один телефончик, сделал селфи, сравнил. Я не буду говорить, что это за телефон, вы опять будете меня ругать. Но он при своих 7-ми мегапикселях более жизненные цвета давал, и поэтому я перестал так сильно радоваться этой камере. Но, повторюсь, она неплохая, она неплохая. Друзья, знаете, что самое смешное? Или все же самое грустное, что здесь за 22 тысячи нет NFC. То есть у нас крутой дизайн, у нас крутая камера, у нас выделенный ЦАП, крутой экран, мы все такие крутые, но у нас нет NFC. То есть у других есть, даже у более дешевых телефонов, а здесь не нужно. Не нужны нам беспроводные платежи и всякие другие моменты, примочки и фичи NFC. Вот. Больше слов нет. Так вот, поэтому он наводит на мысль. Есть ли смысл в выпуске этого смартфона? За ту же цену есть подешевевший Honor 8, который очень крут, который красивый. Добавить денежку можно купить P10 или P9. Не добавить денежки, можно купить P10 Lite. Очень красивый смартфон, годный. Но, то есть, выпустить лишь бы выпустить. Так же, как делает Xiaomi, Meizu, так же, как очень часто делает Samsung. Опять же, LG тоже так делает. То есть, зачем? Huawei немножко выделялся и продолжает выделяться своей немножко вот такой вот солидностью по сравнению с другими китайскими смартфонами. Я поначалу, повторюсь, не хотел снимать на этот телефон обзор, но вот именно он навел меня на мысль, которой я хочу с вами поделиться. Очередной смартфон лета, который ничего не дал рынку. Как новая линейка Samsung J, как Xiaomi Mi Max 2 и подобные им телефоны. Раньше смартфоны выходили в новом формате, что-то давали. То есть, Samsung Galaxy Mega влюблял народ в фаблеты. Galaxy Note 3 становился идеальным аппаратом для бизнесмена или журналиста. Sony Xperia Z Ultra, на котором можно было рисовать обычным карандашом или даже вилкой. То есть, шикарный смарт для дизайнера. Раньше смартфоны давали инновации, а сейчас каждый раз это очередная попытка насытить рынок. И обзорщикам ничего не остается, как снимать обзор на очередную бету на iOS 11, комментировать очередной слив дизайна на iPhone 8. Но как это так, что один еще не вышедший телефон вызывает больше хайпа, чем все Android смартфоны вместе взятые в течение почти целого года? Выпуская смартфон, надо четко понимать, для чего и для кого он. Потому что мы хотим творения инженеров, а не маркетологов. На этой грустной ноте я заканчиваю свой обзор. Но осенью будет интереснее, потому что выйдет Galaxy Note 8, Google Pixel 2. И боюсь уже упоминать про iPhone, потому что, судя по комментам, за очередное упоминание про iPhone меня скоро сожгете. Но, скорее всего, больше всего хайпа вызовет iPhone 8. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на наш канал и будьте с нами. С вами был Джамал. До новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok Все. На фоне не шумил это, снимем. Работаешь? Такой приятный чувак, честно. Он молодец, он не бродяжничает, а работает. Вот, честно говоря, сканер iPhone 7 меня подбешивает. Уже давно. Он не работает с первого раза. Очень часто. Чуть-чуть жирная рука, чуть-чуть здесь какая-то сопля, вода. То, чем собирается похвастаться Huawei Nova 2, это вылези ли... Блин, я вчера как бревно валялся из-за этого отравления. А сегодня уже... Брат, мне что-то Huawei. Сука идет даже. С вами был Джамал. Нормально, да? С первого раза заходит. Видишь, как локация повлияла? Сила дерева, блин. Рафа! Рафа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...